Добрый день, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на канале СОВАЛМАШ. Продолжаем рубрику ответов на ваши вопросы. Добрый день. Дмитрий Александрович, в рамках прошлой передачи «Экспертное время» была затронута очень интересная тема о серебряно-цинковых аккумуляторах. И некоторые наши комментаторы интересуются, я бы даже сказал, обеспокоены тем, что массовое внедрение подобных аккумуляторов невозможно, так как необходимо огромное количество серебра. Это очень дорого, нецелесообразно, ну и вообще в целом невозможно. Что можно по этому поводу сказать? Раньше выпускался автомобиль «Краса». Я помню, что просили поставлять им, потому что из одного «Краса» могли сделать 10 грузовых автомобилей. Шутка, конечно. Дальше так же и здесь. Ну, смотрите. Литиевые аккумуляторы с высокой плотностью энергии, они дали толчок развитию электротранспорта. Хотя, на самом деле, первые автомобили были электрические. Потом победили с двигателями внутреннего сгорания. В советское время, ну, в разные времена, предпринимались там разные попытки, не входя в экскурс. Ну, наибольшее распространение было до появления этих аккумуляторов, это гибридные технологии. Это БелАЗы, это там бульдозеры разные, экскаваторы дизель-электрические. Ну, даже если взять дизель-электрические, эти теплоходы были, дофига всякой техники. Это гибриды. Лишь появление вот таких аккумуляторов дало толчок в развитии. Ну, толчок ли это или развитие, непонятно. Потому что на сегодняшний день я бы сказал так, что химические источники тока – это стратегические позиции, обеспечивающие безопасность государства. Вот представьте, без батарейки, без аккумулятора, военные, может? Никак. Военная техника, может? То же самое. Ракета и все остальное. Это основа. Без этого не так. Нет, никак. В Советском Союзе были разработаны определенные конструктивы серебряно-цинковых аккумуляторов. Они составляли основу химических источников тока в военно-промышленном комплексе в армии. Радиостанции и так далее, так далее, так далее. Подводные лодки, самолеты и прочее, прочее. Вот в них универсальный расход на 1 ампер час составлял 4 грамма серебра. 60 циклов заряда гарантированных, потому что мы уже обсуждали дендрит. Ясно, понятно. Сейчас сделали в других странах, сделали литиевые аккумуляторы, энергоэффективные, все ясно, понятно. Но у них недостаток какой? Во-первых, самое первое, литий, это отходы обогащения лития для получения литий-6, литий-7. Для литий-6 это одно направление, седьмое, другое. Охлаждение малых реакторов и водородная бомба. Отходы. Ну, как отходы, но неплохо. Но, когда их собираешь в батарею, необходимо контролировать каждую ячейку. Какое на нем напряжение. Эти функции выполняют балансеры. Так называемая электронная схема, которая постоянно подключена к каждой ячейке. И балансировка осуществляется с помощью включения-выключения транзистора, который шунтирует эту ячейку. Теперь представьте, а что произойдет, если этот транзистор потечет, утечка пойдет, увеличится? Разряд. Разбалансировка, соответственно. Тут, в принципе, даже и представлять ничего. Замыкание, пожар. Это же очень распространенная ситуация, которую можно наглядно увидеть, зайдя в интернет. Чем тушить литий? Ага, это хороший вопрос. Бежать? Ну, вот наблюдаю, там Тесла когда горит, пожарники приехали, покурили, потушили вокруг, что сама догорит. Да. Точно так же, вот квартиры горят и так далее. Очень пожар опасно. Теперь утилизация. Вот сейчас, как бы, они пытались там организовать сбор батареек, там, аккумуляторов. А как его? Ну, батарейка химическая еще можно собрать. Ничего страшного. А если кто-то туда кинет полуразрядившийся пакет, ну, там, на 10 ампер часов. Ну, здесь можно таких делов наделать, извините, в жилом секторе, это фактически получится бомба. Или замкнет, или еще что-то там. Страшная вещь. Ну, проблема. Очень серьезнейшая. Поэтому проблема утилизации еще не решена. Теперь, что касается того, что если разовьется серебряно-цинковые аккумуляторы, технология, это получит широкое применение, что слишком много надо будет серебра. Нет, уважаемые коллеги. Дело в том, что если применять современные технологии, то на 1 ампер час количество серебра потребуется в разы, в десятки раз меньше. Как делается современная дичейка? Вот берется проволочка серебряная, вот ее разложили вот так вот, да. Потом засыпали гранулированным серебром, разрядом спекли, потом туда запрессовали оксид серебра, потом это в целуэт. Не выбонит. Завернули. Точно даже цинковую сделали. Сложили. Потом вот эти вот проводочки вместе собрали сюда, эти сюда, телечку и болту прикрутили, а потом крышечкой, вот это все встали. Серебро на проволочке, оно же практически не работает, не создает емкость. Гранулированная тоже, она осуществляет связь между оксидом серебра и так далее. А теперь представим, что если мы делаем пластинку, и причем ток-то течет по перечному стечению проводника. А если мы берем пластинку с этой стороны цинка, с этой стороны серебро, тонкий слой, покрытый оксидом, вот здесь жесткая мембрана, и так далее собрали, вот это такие пукеты. То есть фактически количество серебра, да и цинка тоже, которое необходимо для создания подобной батареи. Менимал. И ток протекает уже вот по этой площадке, не по проводочку. Поэтому внутреннее сопротивление там ничтуша. И нет необходимости балансировать. Просто физически собрали. Нет, а это вообще не надо. Он не балансируется, серебряно-цинковый, они не балансируются, металлогидритные. И вот его запечатать в пакеты не проблема. Плюс ко всему, серебряно-цинковые аккумуляторы, их можно вводить в эксплуатацию повторно, очищая пластины методом третьего электрода. Есть такой метод. То есть как это за замок? Нет, там просто электролит заливается, потом трубочка, и здесь в ванночке еще электролит, он соединяется с этим. А здесь третий электрод, на него потенциал подается, и грязь вытаскивается, и все тут чистится без разборки. Так это обслуживание просто шикарное. Обслуживание, да. И теперь переработка серебряно-цинка. Взяли при одной температуре цинк, при другой серебро, переплавили, переработали, опять запустили. То есть, если уж так сказать, то это вечная батарейка. Это просто круговорот этих материалов, и все. Без проблем. Но что еще интересно, ведь в армии, когда вот радиостанция, допустим, мороз, батарейка уже все, аккумулятор садится, берешь и замыкаешь, только перчатку-то. Она разогревается и восстанавливается, емкость и работаешь. Она при очень низких температурах работает. Средием проделать такое. А замыкание месяц напрямую просто? Ну, ну, просто плюс с минусом замкнул. За счет внутренней перемычки, за счет внутреннего сопротивления подогрелся, и электролит активировался, все, поехали. В эфире уже все слышишь, можешь выйти на связь. Вот, поэтому это совершенно другой уровень технологий, и его развитие не приведет к увеличению потребного количества серебра. Плюс ко всему можно будет вот эти вот аккумуляторы забрать, переработать и увеличить объемы производства еще. А касательно емкости, если сравнивать данное решение с... Претий нервно колет в сторонке. Просто банально. Банально колет в сторонке, в разы. То есть, фактически батареи тех же емкостей, которые сейчас применяются, ну, скажем, на электромобилях, можно кратно уменьшить в размере. Или пробег. Или пробег. То есть, что было 400 километров, стало 800. Нет, тысячу и далее. То есть, даже не в два раза. Нет, и не в два раза. Поэтому там все намного серьезнее. Вот, но вопрос в том, что мы опять-таки говорили, что это никому нафиг не нужен на сегодняшний день. Потому что мы потребляем в основном, ну, либеральную часть, которая смотрит вот туда на запад, как на Бога. Они ждут, когда оттуда манна небесная прилетит. Ну, оттуда прилетают обычно другие вещи. И не манна, и не небесная. Поэтому надо развивать свои технологии. И ведь, если Россия не решит вопрос собственными источниками тока, химическими, там, аккумуляторы, там, сухими батарейками, там, и со всеми остальными, будет все очень плохо. Очень плохо. Знаете, меня теперь начал мучить один вопрос. И я думаю, что он послужит неплохой затравкой для любителей электротранспорта, для того, чтобы эту тему более активно начать изучать. Вот, насколько мне известно, современные аккумуляторы, литий-ионные, болтают такой проблемой. Ну, автомобили, скажем, очень, не буду называть, опять же, марку, но распространенный, самый мощный электромобиль, который можно купить серийно. Он при полном заряде показывает максимальную мощность двигателя. И может ехать очень быстро. Но как только батарея села, в инструкции к эксплуатации написано, что так уже гонять не удастся. Вот подобные аккумуляторы, они как будут? Ну, разряд тоже приводит к повышению сопротивления внутреннего. Там есть свои нюансы в эксплуатации. Вот, но, понимаете, если у вас объем больше заряда на борту, соответственно, вы можете ехать больше. И плюс ко всему, если говорить о том, что у вас будет привод с совмещенными обмотками, там же тоже более экономичный. Если одно с другим сложить. Получается очень даже... Синергетический эффект очень хороший. Причем вот серебряный цинк для нашей климатической зоны, ну, идет очень хорошо. Температурный режим работы. Да, потому что в Арктике на связь выходят военные. У них что, панасоники стоят? Не думаю. Естественно, или танки запускаются, чем. Так что, и у самолетов тоже, он летает, там, что стоят, пускочили. У них что, панасоники стоят? Там пакетики, да, летевые. Да, не в жизни. Вот, поэтому, надо эту технологию развивать. И вообще, если вы обратили внимание, мы систематически идем, планово, качественно изменяя технику, необходимую для создания электротранспорта. Мы исполняем другой подход. Зачем ставить БМС в аккумулятор? Когда поменять другую химию поставить, БМС-ка не нужна. А это же, я так полагаю, лишние издержки. А это большая безопасность, стоимость и так далее. Давайте технологию сделаем, аккумуляторная батарея серебряно-цинковая. Все, вопрос будет закрыт. Значит, остается только контроллер, зарядное устройство. Целый компонент, БМС, выпадает. Не надо ни мониторить, ни балансировать, ничего. А балансируется они, в общем, прекраснейшим образом, если там возникает какая-то необходимость, замыкается, разрядил через резистор и в хлам полностью ячейки. Для лития это смертельно, а для этого нет. И по-новому зарядил. То есть, фактически, даже если кто-то упустил заряд и... Ничего не умрет. Зарядил, поехал дальше. Зарядил, поехал дальше. Это идеальный вариант. Объясните мне тогда, я дурак или же что-то одно из двух? А почему все вот туда молятся в это дело? А куда показали, туда и молятся. Ну, другого предположения нет. А я вот, понимаете, вот я теряюсь. А эти сказали, лохотрон, пирамида. Все туда лохотрон, пирамида ломанули. Все сказали, литий, все туда поперли. Все сказали, они один, Самара, Коболь. Все туда поперли. Коу, уважаемые, по сторонам посмотрите хоть немножко. Если вы эксперт, если вы специалист, то немножко будьте экспертами, специалистами. В конце концов. Все же, на мой взгляд, у эксперта, специалиста, либо человека любознательного всегда должен возникать вопрос, а почему? На все, что ему не скажут. Не, не возникает. Как вот эта телефонистка, которая послушала разговоры ФСБшника, у которого погоны полониям там сияли через форму и фиксировали со спутника. Брэд. Тут бы еще один вопрос, а зачем? Ну да ладно. Кому-то надо. Кому-то надо. И я вообще удивляюсь. Логику нормальную включить. Предположим, сосед проявляет активность в повышении моего благосостояния и уровня жизни в моей квартире. Если я такого представить, можете? Есть одно предположение, но оно, мне кажется, не понравится. Пораспечатать сразу. Без вопросов, да? А тут все ясно. Тут в государстве сидим, ждем. Запад нам поможет, приду там. Зачем? Мозги включите, а? Это надо сразу. Да? Как? Я не понимаю. И вот постоянно, ну включите голову. Вот, кстати, сейчас вот у меня опять-таки такой вопрос, да? Ребят, а мы не забыли про памятник Куню? Я вам и последний раз, не последний, но, в принципе, очередной раз предупреждаю. Прага-6. Памятник верните. Памятник верните. Не искушайте судей. Ради Бога. Проще памятник вернуть, и все будет хорошо. Тем более, что город Острава, где сейчас вот говорят, Башира там, с этим подловили, да? Он по братим Стаханова. И там с ребятами, с чехами мы неплохо контактировали. У меня даже есть, их такая дощечка, там, вылет символы города, герб там и так далее сделано, да? Приезжали. Вот хотелось бы им передать привет, если еще живы. Ребята, были в Стаханове, у меня в гостях были. И я только светлые воспоминания питаю в Остраве. Ну, право-6, не балуйся. Ох, не балуйся. Вот вас спасали тогда, города не бомбили, там, жизни сохраняли, губили своих. Солдат, да? Не балуйтесь. Ведь это назад прилетит таким бумерангом. Штаны одеть не успеете. Даже свинцовый гуфик не поможет. Ничего не поможет. Захотите потом назад отыграть, не получится. Потому что новосфера Вернадского, она, на то новосфера, она все помнит, все копит. И не прощает ничего. Так что, давайте все-таки, ребят, думать. Думать, еще раз думать, десять раз думать. И если кто-то, где-то из кустов орет жираф, большую ему вини, подумайте, а зачем он орет? Если кто-то орет, лохотрон пирамида, зачем он это орет? Он о вас заботится? Да сдали своему сто лет в обед. Если кто-то там еще жена поднимается, думайте. Спасибо. Обязательно оставляйте комментарии, вопросы. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова